Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейс начинает свою программу. Сегодня у нас понедельник, время в Чикаго 8 часов, время на западном побережье, Калифорния, это 6 часов утра, время на восточном побережье, это Нью-Йорк и Вашингтон, 9 часов утра в Москве, 16 часов дня. Всех поздравляю с праздником, имеется в виду тех, кто проживает на территории Соединенных Штатов, потому что сегодня национальный праздник, так называемый Long Weekend, праздник называется День труда, Labor Day. Ну, все работает, понятно, за пределами Соединенных Штатов и Канады, вот этот праздник отмечается также и в Канаде, поэтому те, кто нас слушает, кто нас будет слушать, поздравляю, ну и хороших выходных, погода замечательная, так что у нас все в этом плане хорошо. Ну, а сегодня, как всегда, по понедельникам, не в зависимости от выходных праздников и будних дней, мы по понедельникам, как всегда в это время, встречаемся с профессиональным астрологом, руководителем Школы Астрологии Андреем Бухарином. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Майкл! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио! Да, приятно, что, несмотря на наш праздник, вы работаете с нами, вот, и мы сейчас будем говорить, естественно, об астрологии, ну, буквально совсем чуть-чуть, такой дисклеймер, да, о том, что радиостанция и руководство не несет никакое изомнение гостей в эфире, даже Андрея Бухарина, с которым я лично согласен, и многие наши радиослушатели, исходя из того, что очень и очень много отзывов, положительных отзывов, тоже согласны с ним. Ну, необходимое отступление такое, и это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это наш sungates108, наш скайп, ну, телефон, кто хочет позвонить, пожалуйста, код страны единица 847-226-9956, ну, пожалуй, мы начнем с того, на чем мы остановились в прошлый раз, а в прошлый раз и, так сказать, несколько сегментов нашей программы, это было прогнозы, прогнозы. Прогнозы на будущую неделю, до конца месяца, а потом мы продолжим вот от сегодняшнего дня. Андрей, что произошло, что не произошло, сбылось, не сбылось, вот с вашей точки зрения? Ну, я бы, благодарю, Майкл. Я хочу сказать, что здесь надо подходить не столько с позиции какой-то, угадай мелодию, а в принципе, какие периоды были благоприятные, неблагоприятные, и я озвучил, что период затмения около 1 сентября для новых начинаний, он не самое лучшее время, и вот в этом именно 1 сентября, оказывается, в разных странах, но у меня есть подтвержденная информация по Соединенным Штатам, и неподтвержденная по Китаю, пытались запустить корабль, космические корабли запуски. Спутник, да? Ну, спутник, да, но там не факт, что здесь это не важно, с людьми или там не управляющиеся. А давай мы почему? Спутник, вот убытки, сколько там, на 200 миллионов долларов, там у них взорвался этот спутник на площадке, причем в двух разных местах, но, помимо, тут не надо пугаться не столько затмения, сколько были еще, помимо прочего... Меркурий, да? Да, ну, там понятно, что еще ретрофаза Меркурия, но это тоже не факт, то есть это не глобально. Там другие были аспекты, такие как Солнце-квадрат к Сатурну, то есть для элекции, там оба светила поражались планетами-вредителями, если уж так кратко, краткий курс в элективную астрологию. Вот, поэтому я хочу другое сказать, что удивительно, что такие люди оперируют такими миллионами, реально миллиардами, без преувеличения долларами, не проводят астрологическую экспертизу для просто выбрать день, в какой... Там достаточно было уже через три дня позже, например, попробовать, когда уже распадается этот квадрат Сатурна с Солнцем, уже, скажем, благоприятная ситуация, уже начиналась хотя бы для полетов. Но свои, как говорится, мозги не вставишь, поэтому дальше видно будут, до тех пор, пока будут биться лбом, причем обратите внимание, какие убытки идут, вот какой процент стоимости астрологического экспертизы относительно, допустим, вот эта Falcon 9 зарпалась во Флориде 1 сентября. 200 миллионов долларов убытков. Ну сколько стоит консультация астролога и 200 миллионов долларов убытков? То есть несовместимые затраты просто... Ну у меня, как говорится, без комментариев в дальнейшем по этой теме. Вот когда человечество, кстати, это показатель того, на мой взгляд, что до сих пор человечество живет в эре рыб, потому что нет разумности, то есть не используются технологии эры водолея, то есть будут биться головой об стенку, такие убытки нести колоссально, слава Богу, что без жертв еще человеческих. Ну, такова видна участь. То есть человек умнеет через страдания, к сожалению. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, опыт сын ошибок трудных. Опытный человек, по большому счету, это кто? Это страдалец, который наступал на грабли раз, два, три, потом где-то на пятый раз, видно, понял, что да, возможно, не стоит. Вы знаете, есть мудрость ведическая. И не только ведическая, мы это тоже знаем, как бы. Ну, там три части есть. Две из них известны, а третья не очень известна. То есть дурак учится на своих ошибках, умный учится на чужих ошибках, а есть третья часть, в которую никто ничего не верит, и все считают, надо пройти на своем горбу, так сказать, на своей шее, и все это дело испытать. А мудрец их не делает и вовсе. Имеется в виду кто? Мудрецы. Это те, которые знают. Это ведические и не ведические, но астрологи. Это те учителя, которые разбираются в этих вещах. Ну, вот, они не дают себе права на ошибку, потому что прогноз есть прогноз, но даже если это 50%, все равно 50% есть. Конечно, лучше, так сказать, не испытывать судьбу. Ну, а обращаясь к нашим радиослушателям, телезрителям, поскольку все наши программы записываются, и они потом выходят на YouTube, мы можем только единственное посоветовать. Вот прямо у нас и у вас на экране астролог Андрей Бухарин, который знает, который относится вот к высшей касте, которая когда-то называлась и сейчас называется Браманы, Брахманы, да. Вот, пожалуйста, обращайтесь, он вам скажет, запускает ли вам спутник или нет. Ехать, а вот скажите, если ехать в отпуск на затмение, стоит или не стоит? Или это не имеет значения? Свой цикл, он важнее. Благодарю за столь высокую оценку. Ну, я, во-первых, себя лично не считаю там каким-то суперведуном там, Брахманом 80-го уровня. Хотя, скажем так, должностные обязанности на планете Земля, они, конечно, у нормального, скажем так, как разумного астролога, они соответствуют, естественно, касте Брахмана. То есть, если вот, ну, делить человечество на четыре таких вот ведических уровня, как шудры, это по-славянски смерды, там дальше были вайшнавы, это веси по-славянски, то есть это как предприниматели. Нет, вайшнавы это уже относится более к конфессии, это были... Вайшнавы, а потом кшатрии воины были. Нет, 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 их называли не вайшнавы, вайши. А, вайши, ой, извините, да, вайшнавы это больше там... Это относится к другому. В общем, в том, что те, кто работали на Земле, предприниматели, кстати, самые богатые люди были. То есть вот когда эти воины, то есть они уже были как бы, у них уровень сознания был такой, что, ну, может враг прийти и отнять то, что ты там, скажем, настроил, напахал. Поэтому, а раз может отнять, то человек идёт защищать. А раз он идёт защищать, то он может в любой момент погибнуть. Тогда к чему мне эти богатства, если в любой момент, скажем, там, ухожу в небесный план? И самый высокий уровень это был брахманы и волхвы, ну, как бы по-старославянски. Они занимаются, они действительно, они были вообще как бы самые, ну, нельзя сказать, бедные, но они не привязаны к материи были. То есть им этот был план, осознанная аскеза, скажем так. Им не надо было, хотя у них полномочий было, они могли, то есть если тот, кто падал духовно, будучи в этом, они могли, ну, как бы, тёмными личностями становились, они были, могли очень богатыми людьми становиться. Но, опять же, уровень духовности определяет несколько другие, скажем так, критерии. Совершенно верно. Дело в том, что вот мы об этом очень часто говорим в наших программах, в общем-то, много раз бывало в Индии, и как раз-таки я больше переверженец вот этой традиции, где каждый должен заниматься своим делом. Если говорить о том, что брахманы, вот мы можем привести пример, в Египте, но не те египтяне, которые, настоящие египтяне, которые когда-то жили там, были у них, у фараонов были жрецы. Был такой фильм, известный, он назывался «Фараон». Да. Польский фильм, да. Достаточно интересный фильм. И вот жрецы как раз-таки, они знали, когда будет затмение. Они этим, кстати, управляли, они нагоняли, ну, всё-таки... Ну, они как-то не супердуховно себя вели, там эти жрецы. Ну, это в фильме было, действительно. А вот те, те брахманы, те пандиты, которые жили и живут до сих пор ещё в Индии, они действительно так себя ведут. То есть, они работали за, если можно назвать это работой, они делали своё дело за кровь и за еду, и больше ничего им не надо было. Они жили в том... Ну, сегодня, к сожалению, за всё надо платить. И чтобы жить где-то, им тоже надо за это платить, поэтому сегодня это нормально. Я ещё хочу сделать одно небольшое, такое, может быть, отвлечение, как вы это прокомментируете. Ну, наверное, мы знаем, все знают о том, что Гитлер, который был очень-очень большим поклонник вот ведических знаний и соблюдал очень-очень многие обряды, он знал эту иерархию, несмотря на то, что он был демоном, это мы тоже все знаем, но он в своей маленькой, так сказать, в мировом масштабе стране провёл вот эту вот систему разделения на Касты. Там Касты занимался своим делом, ну, и во многом благодаря этому та самая Малипусника и Германия на карте мира чуть ли не весь мир завоевала. У него был ведический, не ведический, у него был астролог, не знаю уж, ведический или нет, не помню. По-моему, ведический астролог, который ему полностью всё советовал. И вот он ошибся на один день, есть такая история, когда должен был быть во время Великой Отечественной войны поход на Москву, он ошибся на один день. Если бы он не ошибся, неизвестно, чем бы всё закончилось, но он его расстрелял, Гитлер, этого ведического астролога. У меня немножко другая история. Человек, который жил в Риге и ушёл из жизни в 1996 году, это астролог граф Вронский, вот, я лично его интервью читал, ну, опять же, с его слов, он рассказывал, он был, кстати, он учился астрологии, насколько я помню, в Прибалтике, во время ещё, ну, не советское время, официально, астрологии, в университете, то есть, там, в Германии, это, когда, ну, типа, Евросоюза, там, в то время уже, как бы, под эгидой Гитлера, было это всё, ну, под эгидой Германию, в общем-то, она вот завоёвала, это, по большому счёту, как бы, аналог современного объединённой Европы, был только под его началом, и, естественно, там передвижения, как бы, свободные были, и он научился, ну, относительно, я хочу сказать, и он учился, прошу заметить, официально, в университете, астрологию изучал, то есть, не подпольно, не кустарно, официально, и, с его слов, было, он, как бы, рассказывал, что он, Гесса, насколько, и я вот, мне в памяти так осталось, что Гесса консультировал, и Гессу, Гесс, кстати, после этого сбежал в Англию, и когда Гитлер узнал об этом, что причина этого была именно астрологическая консультация, он начал, вот гонения начались, причём, его учитель, Вронского, сгноили его в концлагере, то есть, он погиб в концлагере, его арестовали, буквально, перед Великой Отечественной войной, ну, мы границем, Вторая мировая, Великой Отечественной, как бы, разные у них продолжительности, скажем так, до нападения на Советский Союз, и он сам где-то там, на Южных фронтах воевал, то есть, он там понял, когда пошли гонения, то есть, он ушёл на фронт, и каким-то образом, тоже история мутная, попал к нашим в плен, советским солдатам, и его пленили, и узнали, что он астролог, и вплоть до того, что в советское время он даже консультировал Брежнева, и есть мнение, что Брежнев к нему обращался и спрашивал про дату ухода из жизни Моудзидуна, и он ошибся на три дня, и более того, есть свидетельства, что в 91-м году к нему обращались из Соединённых Штатов, официальные лица обращались, с подбором даты начала операции Боря в пустыне, то есть, я не буду озвучивать, кто это и так далее, но тем не менее, то есть, такой уровень астролог был, почему это открытая информация, это не то, что я каким-то образом это инсайдом владею, то есть, это... Нет, нет, понятно. астролога, как юриста имеет, как какого-то там, штат консультантов, скажем, у него есть его, правда, и он, но выслушивая всех, он принимает решение, то есть, нельзя быть на поводу идти у астролога, вот как вы, пример, привели, там, что, послушаясь, на один день ошибся, и весь проект, начало войны, у него обрушился, а может, он специально этот астролог сделал, он понимал, что этот демон, как его обрушить, да не в тот день, задать начало, и весь этот проект по убийству населения закончился неудачей, это тоже, может быть, знаете, своего образа эзотерический Штирлиц такой там был, что я вполне допускаю, ну, опять же, всю информацию, которую я сказал, это не мои личные свидетельства, это свидетельства его ученика, и учеников, и из открытых источников информации, если интересно, в конце, вот когда запись будет, я ссылки могу дать, откуда я это почерпнул, то есть, в комментариях, если вот слушателем, то есть, можете прочитать, вот, вот так вот. Ну, хорошо, Андрей, давайте мы тогда перейдем к текущим событиям, поскольку, наверное, многие наши радиослушатели, хотя я должен еще, некоторое отвлечение, такое, дело в том, что у нас формат, не, скажем так, прогнозы, прогнозы, Андрея Бухарина, нет, у нас формат беседы, мы беседуем, поэтому, если кого-то интересует более конкретно, детально, вы или задаете вопросы, или идете просто на сайт Андрея Бухарина, и он там подробно все рассказывает, как, что и почему. что у нас сейчас происходит, там вот, сверху, на небосклоне, с планетами. У нас, слава богу, как говорится, жизнь налаживается, я имею в виду на планете Земля. Несмотря на ретроградный Меркурий, и грядущее затмение. Ну, вы знаете, вот это было более такое сложное, на мой взгляд, хотя, там тоже, такое, солнце будет с Марсом, в квадрате, около того затмения, то есть оно такое, вы имеете в виду 16-го, да? Да, 16-го, да, конечно, период еще, скажем, повышенной такой нестабильности, он идет, но, в целом, во-первых, бояться ретроградного Меркурия, уже говорил, не надо, надо наводить порядок сейчас документации, на сайте исправлять ошибки, то есть, в это время хорошо исправлять ошибки, в каких-то текстах, документах, и так далее. Что хорошего, что интересного, ну, с 9-го сентября, в тропическом зодиаке, зодиаке, потому что есть седрический, где вот Майкл, как бы, ну, как представитель ведической астрологии, да, все время из этой темы, скажем так, технологии, чтения, небесные, скажем так, программы развития, он оперирует, а я оперирую больше с тропическим зодиаком, кстати, разница в чем, тропический зодиак идет, ноль овна от весеннего равноденствия, где-то около 20-х, там, 20-х числах, осенью, марта, да, вот, 20-го, 22-го, каждый год по-разному попадает, а седрически, это, опять же, вопросов много, там, от какой-то, вот, неподвижного, ну, скажем так, от неподвижной звезды, считаю. Так вот, в тропической системе домов, знаков зодиака, точнее, Юпитер, планета удачи и успеха, 9-го сентября, в 14 часов 18 минут, это московское время, по Гринвичу, это минус 3 часа, 11 часов 18 минут, делает ингрессию в знака весов, то есть, уходит из знака девы в знак весы. Что это за феномен? Это, во-первых, закончилось, скажем так, благоприятный период для, такой, ну, супер хороший период для земной стихии, начинается хороший период для стихии воздуха. Воздух, он больше имеет отношение к интеллектуальной теме, к теме контактов, контрактов, новых технологий, коммуникаций, общения, и, в первую очередь, представителям знака весы, не только по солнцу рожденных, а вообще имеющих там важные планеты, ближайший год, то есть, где-то, потому что он обычно, Юпитер находится в среднем, где-то один год в одном знаке. И практически, считайте, до следующей осени 2017 года, он будет находиться, ходить там, двигаться по знаку весы, и тем самым, уже, в принципе, для весов начинается более-менее, скажем, такая, особенно сейчас, для ранних весов благоприятная, но не более-менее, период удачи, успехов, благоприятная для популярности, роста, для крупных каких-то проектов, то есть, вот сейчас, ближайший год, очень большая удача, успех у тех, у кого скопление планет в весах, близнецах и водолеи. Ну, безусловно, это я трин, так сказал, там, безусловно, что есть еще, где секстиль, и консами аспекты идут, но кто изучает астрологию, тот это уже поймет меня. Вот, поэтому, здесь самое сильное, скажем, проявление, поэтому период, кстати, весы, это изначально знак партнерских отношений, и по-своему, то есть, весы, когда Юпитер заходит в знак весы, то удача, успех, известность и популярность происходит благодаря, скажем так, нужным партнерам, то есть, хорошим, влиятельным, уважаемым, авторитетным, ну, и вообще, хорошее время, в целом, для заключения партнерских, таких, удачных соглашений, в виде брачных, например, или просто деловых. Но, это отдельная тема, когда, вот, деловые соглашения лучше не начинать, когда ретроградный Меркурий, а, скажем так, обрачные отношения лучше не начинать, когда ретроградный Венера, но ее сейчас нету, она будет в другое время, когда она будет, мы на передаче здесь озвучим, вот, а так, в целом, жизнь начинается, я даже по себе, то есть, жизнь, как говорится, продолжается, я вот по себе могу рассказать, что у меня, например, очень сильный упадок сил был перед затмением, буквально сейчас, как вот, где-то, начиная с сегодняшнего дня, даже вот так уже, ну, начинаешь энергетировать, уже чувствовать, что силы какие-то есть, то есть, избыток даже, если до этого был, но причем это массово было, потому что убывающая Луна обычно схлопывается биоресурс, биопотенциал человека, и плюс еще Солнце, как сигнификатор здоровья, биоэнергетики нашей, он поражался планетами-вредителями, и не только там, планета вообще в такую конфигурацию заходила проблемную того квадрата, но все это распался, этот того квадрат, и сейчас жить можно и нужно, и вот так вот, если, Майкл, вам слово я понял, да, вы знаете, вы называли девятое число, ну, а вот девятого числа, вот я собираюсь сам, так сказать, вот перед камерой посидеть и рассказать о том, какой это день девятого сентября 2016 года, этот день довольно особенный с точки зрения нумерологии, потому что это будет девять, девять и девять, 2016 год, если просуммируются цифры, это девять, то есть у нас получается три девятки, если мы их складываем, получается двадцать семь, получается еще одна девятка, то есть это получается уже четыре, то есть квадруппл, это по-английски, и вот этот день достаточно необычный, а девятка это два момента в нумерологии, один момент это марсианская энергия, еще раз, это в физической нумерологии, и это пробивная, целеустремленная, и за собой там идут огромные массы людей, Александр Великий был, македонский там, который за собой вел, но вот не было у него Андрея Бухарина, иначе бы он так, скажем, по-другому себя вел и не завоевывал, там была, я уже рассказывал. Он завоевывал, кстати, как раз астрологические тексты, он оттуда есть информация, ну вот в авистийской традиции, астрологическая, она персидская традиция, она как раз там Павел Глоба большой, специалист в этом. Да, ну Павел Павлович Глоба, он как раз как бы популяризатор этой традиции. И он как раз и рассказывал, что как раз завоевания Александра Македонского были как раз ориентированы на изъятие этих текстов туда, в сторону кто там с ним, там у него был тайный кардинал Аристотель, не помню. В общем, вот, Платон, Платон, его дрохи учитель, да. Да, вот, ну, и в общем, как бы, он знаний изымал, он там даже эти, оно же было нарисовано, я не помню, на бычьих шкурах или там на золотых каких-то пластинах, их там тысячи, двенадцать тысяч штук было, то есть, это вот, Авеста написано, это все было изъято, то есть, так что сказать нельзя, они как раз шли за знаниями, то есть, они, поход Александра Македонского, он был, как раз он в сторону Индии шел, он проходил, как бы, заполучить, то есть, уже европейская культура хотела получить, ну, скажем, эзотерические знания, но вот, в Индии, его не пустили дальше Индии там, не пустили, волхвы, наверное, не пустили, да, там стояли стеной энергия непробиваемая, защищали все это дело. Вы знаете, была очень интересная история, связанная с его, у него был лично астролог, и вот, история такова, ну, вкратце, вот, как-то они прогуливались по направлению, там была большая башня, типа, вот, где проводились наблюдения, тот самый астролог с этой башней, самое высокое здание, вот, в том месте, где они находились, и вот они прогуливались, и Александр Макинон спрашивает этого астролога своего, а вот ты все предсказываешь, и да, вот, куда идти, там, кого побеждать, в какой период, и говорит, а скажи, а вот ты знаешь, когда я умру, допустим, он посмотрел на него, говорит, в общем, да, знаю, он говорит, а можешь сказать, нет, не могу сказать, ты знаешь, когда ты сам умрешь, да, знаю, ну, скажи мне, отчего ты умрешь, он говорит, не могу, государь, не могу, он говорит, как это, я твой государь, я тебе приказываю, скажи, в общем, короче, достал, ну, они, так сказать, продвигаясь к этой башне, они уже к ней подошли, они уже поднимаются, в процессе этой беседы, вот, они уже поднялись на смотровую площадку, и он пристал, вот, к нему, скажи, да скажи, и он говорит, я не могу, не хочу, это говорит, но вы меня вынуждаете, я умру от руки своего сына, и тогда он говорит, ты, старый, ничего не знаешь, ты не умрешь от руки своего сына, и с этими словами он столкнул его с этой башней, башня была, естественно, очень высокая, и он упал вниз, он спустился, он еще дышал, он к нему подошел и говорит, ну что, старик, доказал я тебе, что ты ничего не знаешь, и он уже умирая, говорит, нет, государь, просите у своей матери, и вот, когда Македонский подошел к своей маме, и начал с ней беседовать, начал ее расспрашивать, выяснилось, что да, он был, так сказать, небрачным сыном, и этот астролог был его отцом, вот такая история, интересная история, это документальный факт, или это такой, как бы, миф? Это нет, это не миф, это правда, может быть, это не особо, ну, одна из версий, это все-таки было когда, а вообще-то, вообще-то говоря, там тоже другая история была, когда он приходит, из Македонска, приходит к своему другу, и учителю Платона, а тот лежит на диване, читает книгу, ну, зашел Александр, да, знаете, да, я когда-то рассказывал, нет? На диване, так, лежит на кушетке там, и читает книгу, он мельком взглянул на Александра, и продолжает читать, а тот сел, как-то так, и молчит, а тот смотрит на него, и говорит, Александр, что случилось? Он говорит, да, вот, не знаю, ну, он говорит, ну, ты кого-то завоевал уже, кого ты сейчас завоевал? Он говорит, вот этих завоевал, он говорит, а дальше что будешь делать? Он говорит, надо мне завоевать еще вон тех вот, вот за тем морем, как-то они обо мне неуважительно отзываются, он говорит, хорошо, а дальше что будешь делать? А дальше я пойду вот еще с теми завоевать, мне сказали, они тоже как-то себя ведут не так, а дальше он долго-долго думал, а потом говорит, ну, потом буду отдыхать, и он начал смеяться, смеялся от хохота, он свалился вообще, говоря, книжка выпала, он свалился на диван, и катается по полу, тот смотрит на нее с удивлением, говорит, а что ты, хохочешь, он говорит, а я и сейчас уже отдыхаю, зачем мне кого-то завоевывать, кому нужна эта вся суета? Субберная, наверное, суета, суета. Да, как говорил Жуанецкий, собственно говоря, а кто против? Зачем бежать, с кем сражаться, кто против? Хорошо, давайте мы тогда поговорим про Венеру, Венера, Венера любви, планета любви, и это вот как раз, наверное, женская тема. Ну, да, а сейчас, кстати, Луна делает сходящийся аспект к Венере, 30 градусов, как раз тема, актуальный аспект, поговорить про Венеру, очень даже здорово. Венера сейчас, кстати, находится в весах, благоприятный период, где-то в среднем на месяц, такой идет, очень благопоказано идет для партнерских отношений. Смотрите, Юпитер, когда Венера в весах, довольно, ну, такое, редкое явление. Почитали. как минимум раз в 12 лет, такое бывает. Вот, поэтому ловите момент, кому надо. Ну, что мы можем сказать про... Это вы к женщинам обращались? Ну, я вообще, не, ну, паром, то есть, женятся-то мужчины и женщины, ну, нормальных, скажем так, семьи. Вот, ну, лучше, конечно, опять же, здесь, самое главное в элективах, это, конечно, лучше на ретро планетах не оформлять соглашение, хотя у меня были примеры, когда деваться некуда, и на ретро Меркурии оформляли, но главное, чтобы Меркурий не сигнификатор партнерских отношений, ну, в смысле, это как бы символический управитель, то есть, символический управитель Венера, поэтому надо усиливать ее, то есть, чтобы она была в хорошем знаке, в хорошем положении планеты. Люди женятся и на затмении, никуда не денешься, потому что, я хочу сказать, что люди, которые рождены на срединной точке затмения, они всегда будут важным событием, всегда, вот судьба такая, происходят либо на серединную точку, то есть, точка, день, который ровно посередине находится между затмениями, либо в месяц затмений. Ну, классический пример, Кейт Миддлтон и Принц Уильям, то есть, вот у меня есть прогноз, еще за год был, до ее рождения ребенка, официально у меня на сайте, по деторождению, скажем так, один из моих таких, ну, как бы это правильно сказать, не то, что удавшийся, он удавшийся прогноз, но, ну, до публичных людей, то есть, не такое, что где-то, вот я прогнозировал события тому, о кому никто не знает, то есть, это публичные люди, всех на виду, то есть, все видят, произошло это, не произошло, когда оно произошло. Так вот, у них первый ребенок родился точно день в день на срединной точку, то есть, не неделю, вот день в день, то есть, вот когда она бывает, вот затмение раз в полгода, бывает в среднем, и тех серединной точки, они, в общем-то, их там в году бывает, там штук шесть, например, десять, то есть, это не половина дней, ну, значимых срединных точек, там разные можно найти, и тем не менее, то есть, и то, и день рождения ребенка, это как пример, такой, то есть, никуда не отвертеться, так же, и по свадьбам, то есть, ну, конечно, надо, я бы рекомендовал посмотреть, в первую очередь, транзитную ситуацию, то есть, как, насколько дата свадьбы будет благоприятна, либо неблагоприятна для партнеров, а уже следующий этап, это уже выбор, собственно, актуальных показателей, то есть, уже непосредственно дня, ну, рассматриваем день по положению планеты, но сейчас период благоприятный, по положению планет, особенно после 9-го числа, как Юпитер войдет в весы, вот, очень хорошие дни будут, как раз в конце сентября, когда Юпитер будет соединяться с Солнцем, вообще, это раз в году происходит такое событие, и очень прекрасное время, где-то неделя плюс, неделя минус, ну, где-то так, начиная с 19-го сентября, по 3-е октября, когда в ауре этого соединения, соединения вообще хорошо что-либо, ну, начинает лучше на растущей Луне, после, там, в первых числах октября, а здесь, в принципе, благоприятно, например, для покупок, то есть, вообще, вещи, такой секрет есть, покупайте вещи на хороших аспектах Солнца и Юпитера, это всего бывает, там, пять раз в году, такие дни, когда покупаемая вещь, она, ну, не то, что живет вечно, но она, в общем, очень удачная покупка, которая не ломается, работает, там, у меня есть компьютер, который я купил, где-то еще, ноутбук, не знаю, же, лет 8 назад, или 9, на хорошем аспекте, то есть, он уже, конечно, по ресурсу, по железу своему уступает, со временем, он работающий, то есть, когда в среднем, сейчас технику делают, чтобы она жила 3, максимум 5 лет, ну, такая, специально так делают производители, чтобы люди уже через 3-5 лет будут новые технологии, как бы новые программные обеспечения, они будут покупать, а здесь вот такое, так что, ловите момент, вот на Сангейс радио узнаете, это 1 раз в год, такое событие важное, очень важное, опять же, в эти дни, в конце месяца, ну, да, в конце месяца, не просто так, выборы проводят, обратите внимание, то есть, вот, в России проводят выборы, где-то, еще, а, кстати, я рассматривал гороскоп вице-президента, действующего сейчас, Соединенных Штатов Америки, да, это не Сангейс радио, это мой, скажем, прогноз, так у него, если, например, предположить, что неожиданно будет какая-то, ну, скажем, такая форст-мазорная ситуация вверху, то у него сильный показатель на то, что он может стать, скажем, там, из-за ма патроном, да, то есть, как бы, вот, такой есть показатель у него, да, вот имейте в виду, ну, как бы, я уж такими намеками, это объясняю. На полтора месяца, да. Да, где-то вот здесь, но, в принципе, такая ситуация, можно ли рассматривать, что вот, что может, такое произойти, ну, в принципе, история американских выборов, американских президентов, она полна, скажем, ситуациями, когда вице-президент назначался президентом, ну, либо человек уходил из жизни просто по здоровью, либо было покушение, либо Никсон ушел сам, например, да, там, ему стыдно стало, и он сказал, я честный, это не честно, я ухожу, да, вот. Ну, мы чуть позже об этом поговорим, потому что у меня будет некоторая информация, мне хотелось бы, чтобы вы ее прокомментировали, то есть, мы сейчас говорим о хороших аспектах, кстати, после 21 числа, после 21 сентября, Меркурий уже начинает прямое движение, то есть, это уже хорошо, и это как раз в сочетании то, что вы говорите, это уже очень благоприятно. Благоприятный период, вообще приличный. Благоприятный период. А скажите, Андрей, а вот, если пока забегая немножко вперед, скажем, октябрь месяц, вот сейчас еще кто-то ездит в отпуск, хотя уже многие приехали, дети пошли в школу, но кто-то вот ездит еще в месяц, еще остатки. Как вы думаете, или это надо рассматривать личный какой-то аспект того человека, который собирается в отпуск? В октябре это благоприятное время для поездки в отпуск? Я уже много раз заявлял, что всегда вот ответ на этот вопрос, он индивидуально надо смотреть, потому что человека, у каждого из нас есть опасные либо благоприятные места на планете Земля. И если даже вот было бы, допустим, представьте такую утопию, мир во всем мире, все сытые, довольные, и что? Никто не умирает, что ли? Нет. И в благоприятные дни люди уходят из жизни. К сожалению, такова реальность. То есть здесь, но каждый уходит в свое время и в своем месте. Поэтому даже здесь брать, и есть наоборот, что в том же, допустим, в каком-то самом неблагоприятном месте, где опасная там идет война, или что, там все в один миг не умирают, а люди живут и даже рожают. Вот я даже передачу из Донецка смотрел, там роддома полные, то есть люди рожают, детей. Вот по идее ситуация нестабильная, окраины обстреливают, а в роддоме люди, которые, вот если они сейчас рожают, значит, они как минимум 9 месяцев назад зачатие было, а эта вот ситуация уже второй год длится. То есть жизнь на Земле продолжается, и человечество живет и размножается, скажем так, вопреки всяким негативным ситуациям, которые происходят на Земле. Но в целом, вопрос я вас понял, ко мне обращаются сейчас, я хочу сказать, затмение 16, оно не такое уж и... Негативное, да? Нет, не такое уж позитивное, ну как бы, не то уж позитивное, нельзя как бы их делить. Я бы сказал, что почему-то именно около 16 числа вот у меня клиенты есть, которые, ну вот, отмечены у них эти даты именно в гороскопе ихнем, которые в отпуска ездят, скажем так. То есть меня это настораживает, кстати. Ну, лично меня это. Хотя это не значит, что это плохо будет. Просто в это время не надо нигде гулять, никакими там не сорить деньгами, не посещать. То есть осознанная аскеза, одним словом. То есть особенно перед 16 числом, вот 15-е, очень негативный день, опасность от воды, опасность от отравлений пищевых 15-го числа очень сильно выражена. И в ночь с 15-го на 16-е, там еще очень негативные, когда вот где-то до полдвенадцатого ночи аспект, ну, маленькое нарушение закона может выйти в большие проблемы. То есть в это время, значит, не надо ни с кем не конфликтовать, ничего-то добиваться. Даже если вы видите, что это явная несправедливость, в период затмения лучше это не усугублять. Лучше подождите и он несколько позже там как бы войдите, когда люди будут вменяемы. И 16-го числа с утра вообще день опасный для дорожно-транспортных происшествий. Вообще очень конфликтный день сам по себе. То есть вот эти два дня, они негативные. Я бы сказал, 15-й, 16-й. Они выражены как бы сами. То есть в это время лучше осознанная аскеза никаких пьяных гулянок, никаких там ресторанов массовых. Но это рекомендации. То есть если потому что это в это время конфликтность повышена. Причем конфликтность повышена так как Венера в это время кстати оппозицию делает Курану актуальный аспект, то это неожиданные денежные потери и неожиданные разрывы отношений. То есть вроде нормально все пошли там слово за слово и вдрыс разругались. Вот это вот такая вот как бы энергетика идет в это время. Поэтому берегите себя, берегите здоровье, нервы своих партнеров и мужчины. Не реагируйте на критику женщин в это время. Потому что женщины более подвержены скажем так этим вот особенно лунное затмение будет, а оно больше влияет как правило на женщин, на внутреннюю часть нас, вообще инскую такое проявление. а вот солнечное, которое первое прошло, оно больше на мужчин, то есть оно солнечное, оно больше для тех индивидуумов, которые больше такие на виду, ну больше янские такие вот экстраверты, кто, а инская больше на интровертов сейчас влияет. То есть у них, и вы помните, что на затмении психически нездорового такого вот сегмента человечества у них происходит обострение. То есть в это время, а они бывают, кстати, вы знаете, что есть полно народа с, ну скажем так, находящимся в пограничном состоянии. То есть он, когда нет затмений, он вроде вменяемый, нормальный, когда затмение, он какие-то, может, это человек странные дела делать, либо говорить слова, и пусть вас не удивляет этого, я хотел бы так сказать, звоночек, что что-то у человека там не в порядке с головой, как минимум надо себе где-то здесь вот отложить, что на будущее, что этот человек странный, если он на затмении, такой ключ хороший на затмение, именно вот эти все психи, они активизируются, но это без смеха, это, к сожалению, факт, то есть они активизируются на полнолуне, на волноволуне, а на затмение, это, скажем, на порядок усиление идет, и они, то, что было скрывать, удавалось им скрывать в мирное время, в это время выходит и становится всем видимым. Поэтому не спорьте с дураками, скажем так, знаете, подальше в это время. Понятно, хорошо, спасибо большое. Просто это и все. Да, спасибо большое, я напоминаю нашим радиослушателям, с нами сегодня Андрей Бухарин, астролог, руководитель школы астрологии. Андрей, я буквально пару дней тому назад слушал, я получаю рассылки, и раз в месяц это прогноз на каждый месяц. и вот одна достаточно известная астролог у нас в Соединенных Штатах, она рассказывала прогноз на сентябрь месяц. Ну, и понятно, коридор затмений, понятно, все это было, но вот она такие вещи говорила, достаточно необычные вещи. Ну, например, то, что касается президентских выборов. она считает, что эти выборы будут такими, которых еще в истории даже не было. Вообще, в истории не только Соединенных Штатов, но в истории, то есть, что-то будет происходить очень и очень и очень необычное. И она говорит, что в период с выбором, когда будет провозглашен, так скажем, уже президент, и инаугурация может произойти что-то необычное, которое перевернет полностью всю картину. То есть, имеется в виду о том, что выскочит кто-то третий. Вот то, что как раз вы и говорили, и это не обязательно перед, ну, то, что вы сейчас сказали, то есть, вайс-президент может быть президентом, то есть, действующий ныне. Ну, и, возможно, кто-то выйдет третий, что-то может произойти, и вновь избранный президент может не стать президентом. То есть, в общем, очень и очень необычный момент. Это первое, то, что она сказала. Дальше она сказала, что это очень и очень серьезный месяц, сентябрь месяц, о чем я слышу уже очень давно, еще, ну, в начале этого года слышал, с разных, с разных, там, скажем, прогнозов, о том, что этот месяц очень неблагоприятный с точки зрения гео, скажем, какой-то обстановки, то есть, климатические какие-то катаклизмы, это, как она говорит, могут быть извержения вулканов, землетрясения, цунами, и 16-го числа, именно тот самый затмение, в период 16-го числа очень и очень violent, это очень насилие, много насилия в мире, и в данном случае еще конкретно в Соединенных Штатах может быть, и в связи с этим, она говорит, причем упор был сделан конкретно, это уже, скажем, может быть, тема несколько моя, поскольку все-таки этим занимаюсь, это падение стак-маркета, причем серьезное падение стак-маркета, вот период примерно после 16-го числа, во время или после 16-го числа, вот это то, что она сказала, как вы можете прокомментировать? Я хочу прокомментировать, во-первых, у меня вот есть информация 30-го августа вот ФБР задержала мужчину, планирующую покушение на Обаму, например, на Барак Обаму, то есть уже какая-то ситуация такая, по крайней мере, информация вбрасывается, что уже, значит, опасность может быть для первого лица, то есть, чтобы было неожиданным, скажем, если это, ну, там, не дай бог, там, трагедия какая-нибудь произошла, то уже, как бы, что видите, как бы ситуация нагнеталась, и я хочу сказать, что именно для, кто у него там сейчас, этот вице-президент, как же его зовут сейчас, Байден, Джо Байден, да? Джо Байден. Вот, у него, говорят, очень хорошие показатели именно на занятие, на популярность, славу и возвышение именно во второй половине сентября 2016 года, и там попадает еще для инаугурации хорошее соединение Солнца с Юпитером, ну, в общем, странно так, это совпадает, поэтому посмотрим, то есть, как на самом деле это произойдет, я хочу сказать, что на мой взгляд, то, что, например, после, я уже говорил, что я прогнозирую победу, если нормально все идет, Трампу, Дональду Трампу, но перед инаугурацией у него негативные там аспекты, есть Сатурна к Солнцу идут, то есть, период где-то вот в конце года, то есть, после выборов и до инаугурации, это могут быть, во-первых, серьезные опасности для здоровья, для его, по крайней мере, скажем так, мягко скажем, для здоровья, то есть, если он это все преодолевает, то, в принципе, у него там довольно благоприятный период идет в 17-м году, первые месяца 3, 2-3 месяца точно, там у него какая-то взлет удачи, успеха, популярности и так далее идет. Вот так вот. Поэтому, да, и кроме этого, я уже говорил и в прошлых передачах, что начиная с середины августа начинает формироваться опять квадрат Урана к Плутону, это аспект мирового кризиса, и кульминировать он будет в феврале-марте 2017 года, то есть, к этому времени сейчас ситуация будет именно накаляться, то есть, период неспокойной, такой повышенной турбулентности. Но это не значит, что это не надо жить там, падать на спину, руки поднимать и сдаваться. Нет, просто она потребует, это урок идет жизни, когда нам надо все делать, быстро все делать, как-то вот, использовать, кстати, партнеров своих, потому что Юпитер вот входит в весы, то есть, благоприятные, не эгоизм овновский, вот как бы транслировать, а, скажем, качество альтруизма научиться. Ну и затмения идут по оси Дева Рыбы, это говорит о том, что сейчас эволюционный урок для всего человечества, постижение мира идет через знак Девы, то есть, это наука, то есть, научный подход, рациональный, меркантильный, я бы сказал, такой технологичный подход, то есть, надо стремиться заниматься исследованиями, то есть, задумываться, выгодно это или нет, то есть, потому что заходящий узел находится в рыбах, то есть, это сейчас не время, ну, скажем, инволюционный путь иррационального постижения мира, то есть, сейчас период рационального, пока затмения не войдут в лев, тогда опять будут уроки рациональны, тогда надо научиться себя, скажем так, заявлять о себе ярко, выходить на сцену, творческого свое раскрывать и так далее, то есть, сейчас путь научного такого подхода. Понятно. Ну, хорошо. Как ваши прогнозы по поводу биржи? Вы специализируетесь в паре евро-доллар, допустим, это мы уже знаем, и нефть. Это ваша специализация. Как вы считаете, куда чего пойдет? Ну, я хочу сказать, что я сейчас, ну, как бы рассматриваем мы еще раз гороскопы центральных банков, и они не всегда плохие события либо хорошие с банками отражаются на курсе ихней валюты, которые имитируют, но в большинстве случаев отражается это. Поэтому вот такую небольшую ремарочку, чтобы, скажем, мы как бы через другую дверь, скажем, или другое окно смотрим. Ну, что я хочу сказать, что как раз до затмения, то есть до 18-го числа сентября гороскопу ЕЦБ плохие показатели идут. Вообще, я склоняюсь к тому, что могут произойти даже смена этого, ну, кто там, председатель правления или кто-то, потому что поражается планета, которая описывает самого руководителя. Это означает тогда, что эта валюта этих европейской пойдет вниз? раз меняется, ну, по крайней мере, негативная, на негативном аспекте, она обычно, да, то есть это называется ослабление евро. Ну, скажем так, до 18-го числа набирает силу такие, вектор, который ослабляет евро, и если мы посмотрим американский доллар, то есть ФРС, гороскоп, ну, как бы он его делает, что на это время происходит, на это время стратегических, сильных таких усилений и ослаблений я пока не вижу. Сейчас посмотрю, а, секундочку, есть, есть, есть тут момент, сейчас мы глянем. Так, у доллара тоже, кстати, ослабления идут, ну, вот в мере падения рынков здесь, если обе валюты показывают, что у них у обоих слабость идет, это, хотя у евро, хочу сказать, у евро на фоне вот этого негативного есть два аспекта позитивных, ну, как бы компенсация небольшая, то есть, если у доллара нету, ну, можно предположить, что доллар в середине сентября будет падать до середины или в середине, где-то где-то с шестого числа, вот с завтрашнего числа, с шестого сентября, посмотрим, он, по крайней мере, вот на этой неделе, ближе к концу неделю, у евро укрепления такое идет, и смешанные показатели на затмение, то есть, эта неделя, если мы рассматриваем эту неделю, с пятого по девятый, опять же, с сентября, то да, могу сказать, что доллар вниз, евро вверх, все, ну, на следующей неделе будет видно там, давайте посмотрим этот прогноз, давайте, давайте, давайте посмотрим его, но если говорить уже действительно о том прогнозе астролога, ведически, кстати, она астролог, это женщина, она предполагает о том, что будет серьезное падение маркета после шестнадцатого числа. Кстати, а если предположить, Майкл, что вот произойдет, например, ну, там вот события, что вице-президент может стать президентом, обычно, вот из практики прошлых таких событий, как доллар реагировал, он падал в эти дни, курс его, вот если так исторически посмотреть, вот тема, ну, например, когда Джон Кеннеди, когда вот ушел из жизни, там вот в это время, что с долларом было на мировых рынках? Я не анализировал так далеко, я вообще этим не занимался, несмотря на то, что я двадцать лет, так сказать, этим занимаюсь, но все равно это было значительно, 67-й год, это было значительно раньше. Дело в том, что при любом исходе выборов, при любом исходе выборов, предполагается, что будет очень и очень серьезное падение рынков всех, и взлет будет доллара, до какого-то момента, очень и очень серьезного. Я, кстати, делал видео, и анализ доллара и рубля русского, можно найти его там, на моих там, страницах в фейсбуке, это можно посмотреть, и финансовые, кстати, астрологии, и предполагается, да, я уже говорил об этом, о том, что доллар будет более 100, это условных единиц, соответственно, и британский фунт, и евро будет значительно ниже, то есть все валютные пары, вот где доллар стоит на первом месте, то, что стоит за ним, будет идти вниз. Ну, вот это такое предположение, но опять же мы будем смотреть, как это все будет развитие событий. Андрей, хорошо, тогда, я думаю, нам уже по времени пора завершать нашу программу, мы с вами встретимся в понедельник, уже это будет совсем скоро, к тому времени будет на подходе, вот то самое лунное затмение, мы еще немного об этом поговорим, ну, а сейчас тогда спасибо за ваше время, и мы, вот меня поддерживает мой сосед, да, вот он тоже благодарит, и мы встречаемся тогда через неделю, дорогие друзья, с нами был Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель школы астрологии, и очень и очень рекомендуем вам, я брал огромное количество различных консультаций, и до сих пор беру, поскольку все это не, с моей точки зрения, не статично, а динамично, и тема нашей следующей программы, я предлагаю сделать вот какая, я буквально сейчас ее обозначу, мы не будем развивать, но, мне кажется, оно более логично, еще раз, вот в Индии, в частности, проживают астрологи, очень серьезные астрологи, наследники, аватары, бригмуни, который пришел 5000 лет назад, дать людям на Землю астрологию, ну, так по той традиции считается, и вот там есть люди, которые имеют какие-то свои пути, прогнозы, я не один раз был на приеме у такого очень серьезного астролога, где с полки снимается гороскоп, который был написан несколько тысяч лет назад, то есть там как бы, ну, если можно приравнять к фолдеру и файлу, то есть, а на чем это был написан тысячу лет, на чем это сохранилось, на бумаге бы это не сохранилось? На пальмовых листах, есть специальная методика, это сохранилось, потом это все переводилось, это все написано на санскрите, санскрит переведен на хинду, ну, англоязычные люди, которые приезжают, они берут переводчик, в частности, мы брали, и нам зачитывают, но могу вам сказать, там делается там специальная схема, как выбрать вот этот вот файл, и не буду сейчас рассказывать технологию, как это происходит, могу сказать только, что я присутствовал при шести таких чтениях, при шести, в моем в том числе, моей жены, то есть снимается с полки, конкретный гороскоп, показывается номер, номер, который я сам выбираю, и там стоит номер, берется с полки гороскоп, то есть там они уже знают, что приеду я туда, ну, я не я, а приеду вот такой человек, как я, с моими какими-то параметрами, вот, все, что он делает, он пять секунд смотрит мне на руку, берет дату, ничего не вычисляет рождения, пять секунд смотрит на руку, специальный чарт, который выбираю я, там определенное там место, куда я выбираю, он берет, сверяется со своими записями, номер показывает, показывает переводчику, показывает мне, идет, влезет в шкаф, а там полно всяких вот этих вот гороскопов на разных полках, выбирает конкретную вот такую папку, выбирает оттуда мой номер, и начинает его читать. Это невероятно, но это был полностью мой гороскоп, в деталях, шесть таких гороскопов, я лично присутствовал при этом, они все совпадали абсолютно точно, но, вот какой момент, они едут, вот эти люди, эти астрологи, их тоже называют Бригу, они едут в Гималайи, там есть определенные места, секретные, никто о них не знает, где они остаются в течение какого-то времени, и ту информацию, они считывают информацию, уж не знаю, с этой Акаши или так далее, но так оно и есть, в принципе, и после этого какой-то идет, вот скажем там, аджасмент, идет какие-то регуляции того, что может произойти в это время, то есть получается как, туда можно приезжать 15 раз, 15 раз. За свою жизнь или вообще, или как? За свою жизнь, не более 15 раз, 15 глав, и каждый, с каждым приездом, должно пройти не менее 4 месяцев, то есть за это время, считается, что там может произойти, и за это время, изменится вот этот вот гороскоп, и читается глава, то есть не знаю каким образом, но люди, которые там присутствовали, были, причем очень серьезные люди, очень серьезные, я об этом знал давно, но вот как-то несколько лет тому назад, меня познакомили с таким человеком, один раз я поехал в составе группы, второй раз я поехал уже сам индивидуально туда, и мне одному читали мой гороскоп, это было очень интересно, но вот об этом мы поговорим, как действительно, я немножко может быть расскажу, а вы прокомментируете, но это в следующей программе, поскольку это действительно очень интересно, и это очень серьезно. Хорошо, дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» желает вам доброго дня, хорошего настроения, благоприятных аспектов, ну и кому интересно, пожалуйста, берите консультацию у профессионального астролога Андрея Бухарина. Всего доброго. Благодарю. До свидания. До свидания. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели «Сангейтс Радио». До свидания. Сангейтс Радио «Сангейтс Радио»